Крупнейшие вузы страны издают приказы об обязательной вакцинации студентов и сотрудников. Без прививки не пускают на лекции и не заселяют в общежитие. Чем ответит Казанский федеральный университет. Могу ли я получать высшее образование в России, если не вакцинировался от коронавируса? Этот вопрос волнует и иностранных студентов. Ранее они могли привиться у университетской поликлиники КФУ по паспорту и страховому свидетельству. Теперь вакцинация иностранцев в Республике Татарстан поставлена на особый контроль. Было принято решение о приостановлении до разработки порядка вакцинации иностранных граждан на платной основе. Соответствующие вакцины в настоящее время в Республику Татарстан поступили. Для вакцинации иностранцев в университетах тоже заказывают. И я думаю, в короткое время, это спутник Лайт, я думаю, в короткое время они поступят в нашу клинику, и мы продолжим эту вакцинацию. Есть вероятность, что либо университет, либо Республика Татарстан возьмут на себя издержки. По становлениям правительства России высшие учебные заведения отнесены к учреждениям с высокой степенью риска развития эпидемии. Поэтому в соответствии с предписанием Роспотребнадзора до 25 августа Казанский университет обязан обеспечить вакцинацию сотрудников. Сейчас администрация продолжает сбор информации о переболевших ковидом, проводит разъяснительную работу со студентами и преподавателями. Обязательных требований в настоящее время по вакцинации нет. Но при этом я отмечу, что ситуация очень быстро развивается, к сожалению, и бывает, что в короткие сроки ситуация в регионе, в Российской Федерации может ухудшиться. Мы не исключаем, что возможно принятие соответствующих решений, поэтому и наши студенты, и наши преподаватели должны быть к этому готовы. В настоящее время нет обязательных требований о приезде или въезде для заселения в наше общежитие, для прихода в университет, а только вакцинированных студентов. Мы примем всех, в настоящее время у нас нет четких запрещающих документов, но, безусловно, мы рекомендуем нашим абитуриентам и студентам вакцинироваться. Тимирхан Алишев подчеркнул, что в данный момент прививка от ковида является добровольным решением студентов и сотрудников, ответственно относящихся к своей безопасности. А также рекомендовал иметь при себе документ о вакцинации российским или зарубежным препаратам, результаты ПЦР-теста после перенесенного заболевания или справку о медицинском отводе. Ариадна Кугушева, Хафиз Гараев, Универ Ньюс.